Те, кто собирает подписи против закрытия четырех библиотек Барнаула, таким образом выражают свой протест против очередной оптимизации в культурной сфере. Речь идет о прекращении работы четырех библиотек номер 4, 16, 22 и 37. Их финансирование приостановили еще в июле, правда зарплаты сотрудникам пока не выдают. Да и официального документа с решением Барнаульской администрации нет. Корреспонденты Банкфакса пишут, что сами библиотекари не возлагают каких-то надежд на сбор подписи, ведь эта инициатива вряд ли сможет заинтересовать и как-то повлиять на определенные органы и ведомства. В краевой столице начали ремонт зловонной канализации на Павловском тракте, пишет Политсибрум. Это поможет решить проблему неприятного запаха в районе. Сейчас идут земельные работы, все необходимое оборудование закуплено, ремонт планируют закончить к октябрю. Журналисты напоминают, что раннее канализование трех домов на Павловском тракте шло через частную сеть. И лишь потом стоки попадали на сети, которые обслуживают Барнаульский водоканал. После того, как владелец частной канализации ее остановил, стоки начали выходить на поверхность, и неприятный запах усилился. Необычное предложение руки и сердца сделал барнаулец своей девушке, сообщает комсомольская правда Барнаул. Десятки прохожих останавливали ни о чем не подозревающую девушку и дарили ей цветы. Затем появился и сам жених с букетом роз. Ответом на предложение руки и сердца, конечно, было «да». Не перевелись еще романтики на Руси. Так прокомментировали видео, которое появилось на паблике «Барнаул-22» жителей краевой столицы. Ведь почти каждая девушка мечтает именно о таком предложении. Татьяна Голубева, Наши Новости.